Приветствую вас. Алёна. Конечно, есть разные взгляды, есть разные точки зрения. То есть кто-то скажет, что самое главное и самое важное – это родители. И, наверное, по-своему будет право. Кто-то скажет, что самое главное – это семья. Ну, в смысле ваша семья. И тоже, наверное, будет по-своему право. Я не думаю, что здесь есть какие-то вот… Ну, я не думаю, что здесь можно выбирать. Я думаю, что каждый человек сам решает, в какую сторону движется. И мне кажется, что это нормально. Но другой вопрос, что вы не решаете. Другой вопрос, что вы не решаете. У вас нет такого, что вы решаете. Мне кажется, что у вас есть чувство вины. Мне кажется, что у вас есть ощущение вины. И мне кажется, что вам не движет это ощущение вины. Вами движет эта чувство вины перед мамой, которая называет вас неблагодарной. А вы не можете этого выносить. Того, что она вас так считает. Ну, того, что она вас так забывает. Притом, что у мамы есть своя жилплощадь. Притом, что мама не хочет сама получаться. Организовывать свой досуг. А хочет пользоваться вам. Ну, честно говоря, позиция, мягко говоря, странная. Неодноклассная. Дело даже не в этом. Дело в том, что вам для того, чтобы выбрать. Дело в том, что вам для того, чтобы принять решение, какое-то решение. Вам для этого нужно из чего-то выбрать. А у вас нет выбора. У вас нет выбора, потому что вы чувствуете, что своей маме должны. Понимаете? И мне кажется, что чувство вины, которое у вас есть, в первую очередь нуждается в проработке. Мне кажется, очень много войск у вас на, например, ту же маму, которая вам, вероятнее всего, манипулирует, да. Мне кажется, у вас много злости, которую вы подавляет. А вы не позволяете себе эту злость выражать. Вопрос, конечно, достаточно важный. Почему вы не позволяете этому к себе? Вот. С чем это связано? Что вы не позволяете себе это делать. И хотите ли вы вообще это делать? То есть хотите ли вы, ну, позволить себе больше? Вот. Как мне кажется, это один из ключевых моментов, на которые вам нужно обратить свое внимание. И для начала поработать именно с чувством вины, с чувством долга. Вот. Ну, что вы должны маме. А дальше уже смотреть и разбираться, как действовать и что выбирать. Вопрос заключается еще и в том, что вы хотите для своей мамы. Если вы хотите для нее счастье, то подобное не сделает ее счастливой, что вы ее приглашаете. С другой стороны. С другой стороны, речь идет о детях. И детям откровенно хуже, когда она делает им замечания. Ну, то есть, по факту вы хотите. То есть, вы хотите мне сказать, что твоя мама вытравит из своих детей. Но ведь за детей ответственность несете. Боюсь, что вы, когда ваша мама делает им замечания, это их может травмировать. И вот здесь все довольно, довольно серьезно. Серьезно. И последний момент, на который, мне кажется, нужно обратить ваше внимание, это то, как вы сами считаете, должны ли родители, здесь способные родители, у которых, у которых здоровье хромают в кавычках, а не на самом деле жить со своими детьми. Более, если эти самые родители, приходя в чужой дом, пытаются навозить в свои порядки. Обвести себе на эти вопросы. Но я полагаю, что есть, точнее будет, будет кое-что, что вам будет мешать отвечать на эти вопросы достаточно честно, как мне кажется. И это, повторюсь, именно чувство вины. Вот если вы со своим чувством вины поработаете, то у вас появится шанс на то, чтобы выбрать, действительно выбрать то, что вам подходит. Чтобы не кто-то за вас выбирал, но чтобы выбрать проливые. И полноценно несли ответственность за себя в этой ситуации. Полноценно несли ответственность за свой выбор. Вот такой, я думаю, вам может быть, будет баттка шляп. Обратиться на себя нужно. Но вы не можете. И если так случилось, если так сложилось, что вы не можете этого делать, а так на самом деле. Бывает, бывает, что есть психолог, что может вам помочь, которому научиться. Вот. А тогда придется делать выбор. И вопрос, который, мне кажется, можно и нужно вам задать. Выключается следующее. А готовлю ли я к тому, чтобы делать выбор? Готовлю ли я принимать решения? Вот. Готовлю ли я решение для них? Готовлю ли я к тому, что я так понял, достаточно важная мама. Правда, важная она не напрямую. Но, тем не менее, важная. И, соответственно, вполне вероятно, что вам прибывалась некоторая неуверенность в себе. И, после чего, вам, может быть, не просто на себя операция, чем пользуется ваша мама. Кстати, а принимать кого-то из чувства вины для вас как? Так. Насколько для вас это, ну, приемлемо? Например, то есть вот когда есть, допустим, человек, вы его принимаете, да, только из вот чувства вины. Хочу бы я вас послушать. Вот здесь, это мне кажется, вероятно. Следующее, вы спрашиваете, как действовать? Как не действовать? Скажите честно. Вы хотите, чтобы мы что сделали? Чтобы мы решили за вас, чтобы мы сказали, выбирай того-то кого-то и не ошибёшься. Как вы видите, что для себя эта ситуация? Вы поясните, пожалуйста, как вы пришли к тому, что психологи будут говорить вам, как поступать. Вот этот момент тоже с вами прояснил. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого подобного и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok